Добрый день, друзья! Говорим мы сегодня о смарт-часах от Samsung. Это Samsung Gear S3 Classic. У нас был уже обзор на Samsung S3 Frontier. А эти часы, это мои личные часы, которые я одеваю. И я им очень доволен. Сейчас расскажу об опыте использования. Спустя уже больше двух лет посмотрим, как вообще часы теряют свою функциональность или дизайн со временем. Потому что все-таки электроника очень быстро устаревает в наши дни. Посмотрим, как это коснулось именно часам. Samsung S3 Frontier и S3 Classic на момент продажи на старте стоили 25 тысяч рублей. Сейчас они продаются на Авито, Юла примерно за 10-12 тысяч рублей. То есть это в принципе неплохая цена сейчас. Потому что те же самые часы от Xiaomi или от других производителей будут явно менее уступать по качеству материалов и даже по функциональности. Часы эти сделаны на собственной операционной системе Tizen от Samsung. Они очень хорошо работают с часами Samsung, но у меня на данный момент вот часы, то есть смартфон Huawei. И здесь в принципе я скачал программу Galaxy Wear. И вот здесь все циферблаты, все есть, очень хорошо синхронизируются с ними. Единственное, что я не пробовал, это оплату по NFC, потому что здесь NFC есть, но правда это NFC. То есть это Samsung Pay, а телефон поддерживает Google Pay. Я даже их не пытался просто коннектить, потому что все-таки, когда мы снимаем часы с руки, в отличие от часов Apple, там где мы снимаем с руки, он уже требует пароль. Часы Samsung мы сняли с руки, пароля не требуется. Поэтому я уже не стал как бы заморачиваться этими паролями и не стал устанавливать здесь, даже не пытался установить оплату бесконтактную оплату платежей. Часы Samsung S3 очень хороши мне этим, нравятся тем, что они просто по дизайну, это обычные часы. Если скажем, компания Apple выпустила просто электронные устройства на Симе на руке, то есть это просто квадратик такой, который вообще очень мало отношений имеет к часам, то Samsung все-таки это та компания, которая заморочилась. Они наняли, по слухам, швейцарского дизайнера Иван Арпы. Иван Арпы известен вообще в очень часовом сегменте. Он там выпускал такие легендарные модели Titanic дна, то есть из кусков корабля Titanic утонувшего делали там они часы, из метеорита и прочее. В общем, он такой очень провокационный такой человек в часовой индустрии в Швейцарии. И вот этот человек разрабатывал эти часы. В принципе, здесь проявляется его рука во всем, потому что управление безелем здесь организовано настолько хорошо, что даже сенсорный дисплей даже не хочется использовать. Конечно, безель это более-менее такое декоративное управление, потому что сам настоящий безель в дайверских часах сделан для того, чтобы следить за уровнем времени, когда мы погружаемся в воду. Это, скажем, наблюдается в часах Rolex и прочее. Хотя, конечно, настоящий дайвер в основном пользуется часами Casio, потому что более надежные кварцевые часы. Но опять-таки, такая классика. И очень приятно, что эта классика есть на таких часах. То есть, за 25 тысяч рублей, в принципе, мы получаем очень хороший качественный корпус. Многие скажут, что кожа им не очень нравится. Я, в принципе, могу согласиться. Сейчас мода больше идет на силиконовые ремешки и там прочее. Но все в том, что ремешки очень хорошо меняются здесь. Если в Apple Watch там специальные свои ремешки, то здесь обычные два гнезда. Просто 22 миллиметра. Стандартный такой часовой ремень. И на Алиэкспресс таких ремней очень много. Я заготовал просто себе кучу ремней. Там и тканевые, и кожаные, и силиконовые. Они там стоят, ну, от, по-моему, 200 рублей, там, 400 рублей, до 1000 рублей. В общем, очень разные варианты есть ремней. И даже если у вас есть ремень от хороших, скажем, часов, вы можете спокойно сюда установить. Тут нет никаких-то специальных механизмов. Обычные просто способы на двух спицах. То есть, все легко очень установить. Поэтому опять-таки, эти часы приближены к настоящим часам. Если, скажем, сравнить с дизайном, там, с какими-то классическими часами, то их очень легко напутать. Вообще, первое впечатление у людей, когда дисплей не горит или просто горит, то, что это обычные часы. И мало того, загадывается, что это у меня на руках умное устройство. Очень много циферблатов от Samsung. То есть, во-первых, встроенные циферблаты очень красивые. Некоторые стилизации можно кастомизировать по-разному. И, конечно же, можно скачать здесь разные циферблаты от других сторонних разработчиков. Это, опять-таки, такое отличие от часов Apple Watch. Потому что в Apple только то, что есть, их можно кастомизировать. Но скачать, скажем, от сторонних разработчиков нет такой возможности. По функционалу, конечно, немножко уступают, например, в часах Samsung 4 гигабайта встроенной памяти. В Apple Watch там уже 12. Из них там, точнее, на 12 нам доступно около 10. Здесь доступно около 2. В техническом плане я согласен, что Apple Watch и они вообще больше хорошо связываются именно с айфонами. Здесь, конечно, не такая прям классная связь с Android. То есть, у вас, возможно, меньше возможностей. Но, ребят, если честно, кому эти возможности нужны? Потому что это все-таки часы. На нем вы не собираетесь играть или что дисплей все-таки маленький. И максимум оплатить там в магазине часами там Apple Watch или здесь Samsung. Да и все. То есть, ответить на звонок. Очень круто то, что вот просто я думал, что этой функцией я не буду пользоваться абсолютно. Я думал, ну что такое, зачем часами разговаривать? Это всегда телефон с собой. Но, опять-таки, столкнулся с несколькими ситуациями, когда телефон был у меня в кармане. Я еду за рулем и поступает звонок. И сразу на часах. То есть, я просто нажимаю музыку стоп в машине и включил, то есть, часы. Чем мне доставать одной рукой? То есть, из кармана джинсов мой телефон. Мне было намного проще ответить с часов. То есть, очень прикольно, очень удобно. То есть, я вообще не ожидал, что буду этим пользоваться. Но, однако, это решение было очень хорошее. Хорошо реализовано очень. Также, конечно, уведомления. Скажем, пришло какое-то сообщение, что-то в телефоне пликнуло. Я не знаю, что это. Просто нажимаю безель налево и вижу уведомление, что это. Конечно же, пару раз я даже отвечал с часов. Тут есть стандартный набор, скажем, в WhatsApp. Или можно голосовым. То есть, нажать сначала, продиктовать. Текст он запишет в тексте и отправится. Но это, опять-таки, не самое такое решение. Но все-таки увидеть уведомления и уже реагировать в телефоне. То есть, я уже уведомление, важно или не важно, я уже решаю сам. Вытаскивать телефон из кармана или, скажем, нет. Это, конечно, тоже, опять-таки, плюс этих часов. Минусом, наверное, является то, что зарядка у него такая своя. То есть, если вы потеряли эту штучку, то нужно будет покупать такую. Но сейчас на Алиэкспрессе я посмотрел. Там около 400-500 рублей есть такие уже зарядки. Поэтому в этом проблемы я не вижу. Спустя два года я могу сказать то, что эти часы вообще ни капли не устарели. Они также классно выглядят на руке. Новая модель, она примерно такая же. Galaxy Watch, которая просто называется. Она примерно такая же. Там немножко, извините, цветовую комбинацию. Там особо функции, там особо тоже не могу сказать, что есть. Тут, конечно, всякий пульсометр, там сердцебиение и прочее. Я считаю, что такие часы вообще и смартфоны, они не могут дать такой точной показателей. То есть, все-таки, медицинские приборы будут намного точнее. Поэтому я никому не рекомендую пользоваться ими и полагаться на них. Вот, например, здесь что прикольно, что есть барометр, там всякий альтиметр. И вообще функционал часов можно увеличить. Но я этого, опять-таки, не понимаю. Потому что все-таки в смартфоне все намного проще и удобнее делать. Сейчас интернет, везде все есть. Можно так узнать просто. И, например, вот эти часы Casio, которые очень такие мощные, крепкие такие. Да, их можно положить на асфальт. По ним пройдет машина и ничего не будет. Там погружение, опять-таки, 200 метров под водой. Ну, опять-таки, когда, например, скажем, посторонний человек спрашивает. Я говорю, вот очень функциональные часы Casio. Они говорят, а есть шагомер. То есть, в первую очередь, людям нужны там не альтиметр, там не прочие вещи. А нужен просто шагомер. То есть, и опять-таки, часы Casio. Ясно, что у них батарейка 10 лет прослужит и прочее. Ну, я очень удивился, что мои Samsung S3. То есть, я, в принципе, их заряжаю, наверное, раз в неделю. Потому что, как только я прихожу домой, часы я выключаю. Потому что, зачем им ночью, да, какие-то уведомнения будут отправляться. Я их просто ставлю на полку. Зачем? А телефон, как бы, может быть вообще отдельно. И суть в том, что часы поработали неделю. То есть, я просто включаю быстро, они синхронизируются. И очень хорошая, долгая работа. Это, опять-таки, преимущество над часами Apple Watch. Потому что их нужно, ну, нужно заряжать намного чаще, чем, скажем, в S3. Если их не выключают, то часы работают примерно 4 дня. Это тоже очень хороший показатель. Но я даже неделю, даже бывает больше 10 дней. То есть, было у меня один раз то, что я не заряжал часы. Когда я выхожу из дома, я одел. Когда нет, значит, выключаю часы. Связь с телефоном теряет пару раз. Потому что, когда я на моем вот Honor Play сейчас включаю видео. Или пытаюсь фотографировать. То почему-то связь теряется. Потом она находится. Или бывает, что даже не находится. Это немножко такой минус. Все-таки, опять-таки, Samsung, наверное, будет лучше коннектироваться с смартфонами Samsung. А уже остальные Android смартфоны, это немножко так. Удивительно то, что эти часы можно, конечно, сконнектировать с iPhone. То есть, они неплохо работают и с iPhone. В принципе, те же базовые функции у нас будут. Поэтому такие универсальные часы. И на вторичном рынке это 10-12 тысяч рублей, купленные в Авито. Это очень хорошо. Эти часы я не на Авито покупал. Но очень хорошие на самом деле. Что Frontier мне очень понравились. А Classic мне даже больше понравились. Потому что они еще больше похожи на оригинальные часы. Хотя продажи, конечно, у Frontier были намного больше, чем у оригинальных S3. Посмотрим, что будет со временем. Что покажут нам. Может быть, какие-то часовые производители начнут уже тесно работать с смарт-смарт-часами. Потому что тоже, например, Такхойер. Ну, он просто дорогой. Такхойер от известного швейцарского бренда. Выпущены были умные часы. Но они просто очень дорогие. То есть, за 300-400 долларов пока нет таких производителей, которые нам дали бы какой-нибудь функционал. Поэтому будем надеяться, что тема смарт-часов будет развиваться. Конечно же, никуда не уйдет ни механические классические часы, ни кварцевые. Но все-таки я уже убежден, что все-таки эти часы уже имеют место, право быть. Потому что раньше я одевал только механику. И остальные часы особо не признавал. У меня были и Mi Band 3. Mi Band 3 очень хорошие. Я очень часто вижу на руках у людей. Там и 4 тоже. Ну, суть в том, что это все-таки не часы. Это браслет. И их, скажем, с рубашкой уже не оденеть. А эти часы смело одевать и с рубашкой можно, и с пиджаком. То есть, они смотрятся как часы. Apple Watch это более стильно. То есть, я просто вижу, что люди, которые раньше не одевали часов, не носили вообще никогда. А вот они покупают, уже одевают Apple Watch. А я, например, всегда одевал часы. Мне было трудно перейти к смарт-часам. Но что Samsung S3 Frontier мне очень понравились. И S3 Classic вот этот очень нравится. Именно по дизайну. Потому что они выглядят, в первую очередь, как часы. Напишите ваше мнение о смарт-часах. Или вообще о часах. Какими часами пользуетесь вы. Какие часы вы носите. Может быть, у вас столько механика. Опять-таки, вы не признаете кварц и смарт-часы. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...